Коренной бакинец, инженер-строитель, чья мысль сделала Сургут одним из самых быстро растущих и современных городов Советского Союза. Его именем, в честь особых заслуг и значительного вклада в развитие 30 лет назад, назвали частью лицемагистральной. Григорий Кукуевицкий. Родился 11 августа 1935 года в столице Азербайджана. Его отец был партийным работником и по каким-то причинам попал в немилость руководителям страны. Во время одной из чисток в конце 30-х годов был выслан в Муйнакск. Там прожил больше 20 лет, дожидаясь реабилитации. Поднимала детей мама. Старший сын хотел связать свою жизнь с музыкой, младший какое-то время тянулся за ним. Даже поступил в музыкальную школу, но не доучился. Неожиданно выбрал делом своей жизни работу с недрами. В 22 года окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности эксплуатация нефтяных месторождений. Григорий Кукуевицкий получил направление в Татарстан. Его приняли на работу в нефтепромысловое управление Азнакаевскнефть в должности механик цеха. К 31 году дослужился до начальника технического отдела Треста «Татнефтегаз». Тогда же принял для себя непростое решение попробовать силы на севере Советского Союза. Молодому человеку хотелось внести свой вклад в освоение новых месторождений. В том же году Григорий Кукуевицкий уехал в Сургут. Его знания, опыт, амбиции, желание работать позволили ему стать заместителем руководителя производственного объединения «Сургутнефть». Сказать, что работы было много, означает промолчать. Ибо не было практически ничего из существующей ныне инфраструктуры. Требовалось обустраивать нефтяные месторождения в условиях фактически транспортной блокады. Ведь сообщение с остальной частью СССР было только по воде и только летом. Авиация развивалась параллельно с нефтянкой. А значит, нужно было решать вопросы дефицита строительных материалов, рисковать карьерой, предлагая нестандартные решения, договариваться с поставщиками, проектировщиками. Опыт Григория Михайловича потребовался и в других уголках Ханты-Мансийского округа. В 70-м он работал главным инженером дирекции строящихся нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири. Перешел в НГДУ «Мегионнефть», откуда переехал в Нижневартовск. А в 1977-м его пригласили обратно в Сургутнефтегаз на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству. И здесь речь шла уже не только о возведении промышленных и производственных объектов. В те времена объединение обеспечивало еще и чуть ли не всю сопутствующую инфраструктуру. Иначе как было мотивировать людей оставаться, развивать отрасль? И за все строительство отвечал Кукуевицкий. При его участии возведены поликлиники, роддом, кинотеатры «Рубин», «Аврора», Дворец искусств «Нефтяник», станция дальней космической связи «Орбита», спорткомплекс «Олимпийц», музыкальное училище и школа, а также жилье и другие объекты соцкульпыта. В силу должностных обязанностей, перспектив развития нефтяной отрасли, личной ответственности, Григорий Кукуевицкий стоял у истоков масштабной застройки «Лентора», «Нижнесартымского», «Коголыма», «Мегиона», «Федоровского». С 1977-го не менял место работы и до последних дней жизни являлся заместителем генерального директора «Срубутнефтегаза». Кавалер орденов трудового красного знамени и знака почета, медали за доблестный труд, за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса «Сибири», отличник здравоохранения, отличник народного просвещения, лауреат премии Совета министров Советского Союза в области науки и техники. Является почетным нефтяником СССР, заслуженным работником нефтяной газовой промышленности Российской Федерации. Его не стало очень рано, не исполнилось ей 60 лет. Григорий Михайлович умер в 1994-м, похоронен в Сургуте. В его честь 8 ноября того же года часть улицы Магистральной переименовали. Сегодня на улице Григория Кукуевицкого находятся не только жилые дома, но и, что символично, офис «Сургутнефтегаза» – нефтяной техникум, на здании которого 9 августа 2005-го появилась мемориальная доска.